В честь юбилея победы ветераны Великой Отечественной войны получат по 75 тысяч рублей единовременной помощи, а труженики тыла по 50 тысяч рублей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чем она заключается? У нас 75 лет победы. Поэтому мы окажем, я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой. 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям. И по 50 тысяч труженикам тыла. Таким образом, выплаток юбилейной дате существенно вырастет. Ранее суммы выплаты к годовщине победы составляли 10 и 5 тысяч рублей соответственно для ветеранов войны и тружеников тыла. Президент также выразил надежду, что во время подготовки к празднованию юбилея победы по всей России и на федеральном уровне, и на региональном уровнях, реализует серию мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов. Владимир Путин отметил, что рассчитывает на работу волонтеров. В ходе встречи с ветеранами глава государства также коснулся вопроса переписывания истории войны за рубежом. По его словам, когда в других странах пропаганда, искажающая правду о войне, выходит на государственный уровень, этому сложно противостоять. Владимир Путин пообещал, что в России откроют центр архивных документов о Второй мировой войне. Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино и фотоматериалов, и мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и защищая весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма.